В итоге около меня возникает сначала один жлоб, потом второй жлоб, типа, пройдемте. У меня такой ступор, то есть голова, ну просто лицо, вот все, оно окаменело, а в голове, знаешь, такая быстрая перемотка, как я вот, вот это все. Баба взяла и из пизды просто стрельнула мячиком для пинг-понга, да. Ну это как бы, это было просто прикольно. Блядь, почему, зачем ты на меня смотришь? Ижих, ижих, толковый диван. Итак, друзья, всем привет. Это первый выпуск Толкового Дивана, и я ее бессменный ведущий. Сказал бессменный ведущий, как будто я уже на выпуск миллиард записал. Меня зовут Никита Сорокин, вы на канале Белобокин Транслейшнс. И сегодня у меня в гостях человек, который своей игрой открывает пятый круг ады. Человек, который не понаслышке знает, что дьявол кроется в деталях. Точнее, в педалях, я хотел сказать, в педалях дьявол кроется. Правая рука станы. И мой хороший друг, барабанщик Евгений Новиков. Привет-привет. Здорово, Никита Сорокин. Для тех, кто не знает, это барабанщик группы Слоттер. И так, пока мы тут представлялись, у нас небольшая прелюдия была, расскажу, в чем, короче, смысл передач. Я, на самом деле, люблю собирать разного рода истории. И так уж повелось, что вокруг меня, в моем окружении, огромное количество талантливых совершенно музыкантов. Людей, которые так или иначе связаны с музыкой. И при личной встрече мы постоянно рассказываем друг другу веселые истории. И тут я подумал, а почему бы не собрать все эти истории в одну такую копилочку и не поделиться, собственно, с подписчиками. Передача у нас абсолютно не имеет никаких возрастных... Нет, она имеет возрастные ограничения. Нет, она, конечно же, имеет возрастные ограничения. Женек, ты себя ни в чем не ограничивай. Будь собой, веди себя, естественно. Можно ругаться матом, можно рассказывать пошлые истории и даже говорить слово «пенис». Спасибо от души, наконец-то я попал в передачу, где я не чувствую себя зажатым в какие-то рамки. Уничтожай, гаси называется. Короче, рассказываем мы с тобой веселые истории. И нужно кинуть жребий к той из нас, кому выпадет честь рассказать первую историю. Давай мы с тобой скинемся на... Как это сделать? Вот так вот? Чтобы это было видно. Чтобы это было видно. Нормально, начало этой передачи мне уже нравится. Давай. Давай, поехали. И раз, два, три. Ха-ха. Черт. Короче, я рассказываю первую историю. Мы с тобой не договорились, кто выигрывает, тот первый или кто проигрывает. Я думаю, кто проигрывает, тот первый. Есть у меня, короче, одна история, не поверишь. Это история про то, как мы ходили на концерт с Тон Сауэр. С друзьями. Концерт проходил в конце, по-моему, в ноябре, что ли, 18-го года. У нас был приглас на этот концерт. Он проходил в Адреналине. Это был Стоун Сауэр. И у меня было, короче, три пригласа. Я позвал своего друга на Игоряна. Мы с ним вместе в Blast Beat'е работаем. И позвал еще своего одного друга. Он фотограф. И он, короче, ехал на этот концерт после съемки. Он приехал, короче, с полным багажом. Ну, вот, нас встретили, нас провели, выдали пригласительные билеты. Нас, короче, поставили в фан-зоне даже. Мы такие, о, ни хрена себе, мы лакшери-чуваки. Мы, типа, в фанке будем стоять и, типа, на коре Тейлора вот так вот смотреть. В итоге у меня друг такой подходит, говорит, чувак, можно ли здесь фотографировать? Можно ли здесь снимать? Я говорю, братан, я понятия не имею, если честно. Потому что обычно такие штуки, должна быть аккредитация. Ну да, и на входе его не шмонали, что фотик охрана? Нет, нет. То есть у нас такой, ну, как бы, очень такой лакшери-приглоз был, где нас вообще не шмонали. Просто нас провели, короче, и выдали вот эти вот браслетики. Вот. И сказали, тусуйте здесь, вот там бар, короче, и все. Все круто у вас будет. Причем у меня друган начинает при человеке, который нам этот приглоз организовал, доставать фотоаппарат, короче, надевать вот эту вот килду огромную на фотоаппарат свою. Вот. И этот человек даже вот ни на секунду не задумался о том, что, ну, блин, сказать ему о том, что здесь снимать нельзя. У меня, короче, друган идет спрашивать к охранникам, типа, чуваки, у меня есть фотоаппарат, у меня есть VIP-проходка. Могу ли я снимать концерт? Вот. Нам подходит к охранникам, которые в фотоапите стоят. Вот. Они такие, да, без базара, чё, у тебя проходка есть, можешь снимать. Вот. Он такой, окей. Идет дальше, подходит к охраннику, которая стоит в зале. Такой, братан, у меня вот проходка, у меня есть вот объектив суперский, могу ли я снимать здесь в зале? Он такой, да, вообще без базара. Он такой, круто. Подходит к нам такой, все, братаны, я обо всем договорился, короче, мы такие идем покупаем пиво себе, набираем охапку вот так вот горы этого пива. Вот, стоим в зале, тусуемся, начинается разогрев. На разогреве там тогда играл, знаешь, кто, не поверишь никогда, кто у Stone Sour может быть на разогреве. Ну и кто? Ви Джей Чак. Кто? Ви Джей Чак из A1. Мать моя женщина. Что он там сказал вообще? Который на радио Максимуму сейчас в передаче идет. Он просто включал музло, как диджей. И типа все стояли в зале, тусовались перед Stone Sour. У меня друган, короче, все, я пошел снимать. Вот, я такой, окей. Он уходит, снимает весь разогрев, такой подходит к нам, показывает, говорит, смотрите, я здесь положение сделал, как круто, там реально крутые фотки. Вот. Начинается чат кутежа, начинает выходить Stone Sour. Он такой, все, я пошел работать. Мы такие, окей, мы стоим с Игоряном, короче, пьем пивас. Нам весело, нам круто. Мы, короче, бегаем за этим пивасом туда, обратно к барчику и обратно к сцене. Короче, перед нами корит Тейлор, все круто. Проходит где-то, наверное, минут 15 после концерта. Они там отыграли 2 или 3 песни. Может, чуть больше. Вот. И тут мимо меня, короче, проходит мой друган с фотоаппаратом. Я такой стою с пивасом, такой, ааа, классно, братан, типа круто. Он такой, что-то да, 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 такой раз. И пропал. Ну, мы, короче, стоим, тусуемся на этом концерте, слушаем там треки. Все у нас классно, все у нас замечательно. Мы ужираемся в хламину за этот час, то есть мы стоим уже просто... Я не знаю, мы выпили, наверное, банок 9 за час. Вот серьезно. Концерт там, ну, максимум полтора часа шел. Мы за это время реально банок 9 выпили. Мы стоим в говно. Вот. Концерт закончился. Все начинают потихоньку расходиться. И я пытаюсь найти, короче, Толяна. Фотограф это Толик зовут. Я, короче, пытаюсь найти Толяна, взглядом его нигде нет. А в Адреналине, если там был, там, короче, херово ловит связь. Там невозможно не выйти в интернет, не дозвониться. Вообще ничего невозможно. Вот. Я ему звоню, пытаюсь дозвониться. Вообще, вот по нулям просто. И, короче, в каком-то углу, там, около сортира, я ловлю эту связь. И мне, короче, одна за одной начинает приходить смс-ки, короче, от чувака, который нас проводил. Уберите фотоаппарат, уберите фотоаппарат срочно. Убирайте его, убирайте к чертям, типа. Я такой, блин, какая это херня, короче. Я дозваниваюсь до Толяна. Он такой, братан, я уже дома. Я такой, в смысле ты дома? Он такой, ну, в общем, история такова, что меня с этого концерта вывели. Я такой, в смысле тебя вывели? Короче, во время выступления, пока он снимал в фотопите Stone Sour, какая-то девочка, которая ответственная, видимо, за как раз-таки прессу, вылавливает его взором в этой толпе фотографов. Такая, типа, спрашивает. Молодой человек, аккредитация. Он такой, у меня аккредитации нет. Она такая, покиньте, пожалуйста, фотопит, потому что вы не имеете права снимать. Он такой, окей, ладно, понял, все, я ухожу. Типа, я мирный, я тихий. Он говорит, я прячусь в зале с этим, в МОЖПИТе практически, там, с этим фотоаппаратом. И я смотрю, меня охранники начинают уже фонариками вылавливать. В итоге около меня возникает сначала один жлоб, потом второй жлоб. Типа, пройдемте. Его, короче, выводят. И в тот момент, когда его выводили, вот в тот момент я ему по хлопу плечу. Типа, братан, концерт класс, короче. Мы там тусуемся, у нас все весело. Его, короче, выводят за кулисы. И начинается разбирательство, кто он, что он, что он здесь делает, короче. И получилось так, что охранник, который его выводил, покинул фотопит. И фотопит образовалась, короче, дыра. И в этот момент на сцену выпрыгивает, короче, фанат. И бежит к Кори Тейлору. И просто этого чувака гарпуном сносит хренам. Вот, чувак в одну сторону, телефон в другую сторону. Его просто за шкирку уволакивают со сцены. Оказывается, что главный охранник, который вел эти разбирательства, короче, лично пожертвовал своей ногой. Он в ярости, ну, потому что он реально гарпуном прыгнул, чувака снес. И он, видимо, ногу повредил. И он, короче, в ярости идет за сцену разбираться с моим друганом. Типа, что за херня? Кто ты? Что ты? Откуда ты? И он такой, ребята, я пришел один. Типа, я мирный. Не надо здесь поднимать шумиху. Короче, в итоге доходит разбирательство до менеджмента Stone Sour. Начинает нагибать, короче, весь адреналин. Короче, там такая буча на фоне этого поднялась. В итоге все закончилось тем, что моего другана просто сказали, форматируй к херам все флешки, забирай вещи и иди топай гуляй отсюда. Вот, и в итоге я потом ходил в адреналин извиняться за то, что, типа, такая херня получилась. Мы в адреналину ставили несколько баночек вискаря после этого. Слушай... Не, ну этого фаната, которого снесли гарпуном, мне кажется, все видели, потому что это видео в итоге очень быстро набрало популярность у нас в интернете. Ну, неудачно. Нет, мы сходили удачно, мы нажрались в халамину, мы послушали Stone Sour, а вот братан у меня сходил неудачно на Stone Sour. Пока вы нажрались, такой экшен происходил нормально. А причем мы даже были не в курсе, понимаешь, как бы, мы вообще были не в курсе. Мне приходится смс с певалом, просто, и там жена, Долян, тоже мне написывает, Никита, что с Толей, что случилось, что происходит? А мы там, короче, стоим с певалом. И у меня не ловит связь просто. Я просто вообще без связи был и был в неведении. Короче, вот я здесь, чтобы ничего не забыть, выписал несколько своих историй, которые вспомнил. Естественно, всего гораздо больше, но как-то вот выделилось в моей памяти вот это. Вот, и они разного характера, как бы. Первая я решил сразу начать, а первая она максимально сине-коричневая. То есть ты решил ворваться? Да, так и сразу двуколор, короче, точнее даже не сине-коричневая, а три колора будет, синего-коричневого полотного цвета, вот. Она у меня под кодовым названием «Бамбуча». Отлично. Я все, вот только не помню, «Камбуча» или «Бамбуча». Почему-то в голове «Бамбуча». Короче, это был наш американский тур. Естественно, я в составе Слодерту Привейл. Где мы были в пачке с Вайчеппел, Челси Грин и Ушан. Вот, то есть это был такой бомбический, огромный полуторамесячный тур, где мы играли, ну, естественно, невероятно крутые шоу, там везде были, регулярно были солд-ауты и так далее. Ну и как бы мы были в одном автобусе, получается, у Вайчеппела был отдельный найтлайнер, а у нас был найтлайнер на 16 человек, где были мы, Челси Грин и Ушана, но еще и персонал, там, звукорежиссеров, там, видеографов и так далее. Но история следующая, она касается в основном исключительно только лично меня. Короче, мы отыграли какой-то концерт, я, естественно, не помню ни хрена, что за город, вообще нихуя не помню. То есть, ну, просто очередной концерт из тура, который под окончанием тура у тебя все сливается в кашу, ты запоминаешь какие-то выборочные моменты. Ну, и после этого концерта мы лютейше просто кутили, потому что после этого концерта у нас был выходной, да и ов. То есть, соответственно, можно спокойно покутить, там, нажраться, короче, и не думать о том, что завтра играть, типа того и так далее, и так далее, нужно ложиться спать и все такое. И как-то так получилось, что в гримёрках, в Америке вообще там своя система, как правило, группы сами себе ставят пиво, но в тот день, короче, мы ничего себе не покупали, в гримёрке был кетерин. Вообще была отдельная гримёрка, а для Челси Грина Ушана у нас была отдельная. В гримёрке был кто? И нам, короче, туда поставили, то есть, бутылка вискаря для Челси Грин, огромная литровая бутылка вискаря для Ушана, вот, и бутылка водки для нас, для СТП, для русских. Они вот почему-то всегда, если русским надо ставить, то есть, если ставили алкоголь, естественно, это всегда была водка. Вот, ну и как бы, а пива не было. Я такой захожу, короче, когда гримёрку вижу, там кетеринг, все такое, опа, ни хрена сегодня после концерта, нормально, покутим, завтра ты ем, такой, ну аааааа. У меня сразу поднялось настроение, я уже был в предвкушении вечеринки после концерта, короче. Ну, еще мы отыграем концерт, все, как обычно, очень круто, я быстро разобрал свой стафф, захожу, и там стояло три ящика этой бамбучи, короче. Три ящика, то есть, ну, где-то по 24 бутылки, а я еще, знаешь, я сначала не понял, обычно, если ставят пиво, то самое дешманское, дешманское там, PBR какой-то или типа того. А здесь были такие модные бутылочки 0,33 в ящиках, как, знаешь, как будто это какое-то модное крафтовое пиво, короче. Ну, либо очень такое интересное. А это пивас прямо, А? Это прямо пивас? Это, блядь, бамбуча, Карл. Так вот, я такой думаю, нихуя, короче, вот это сегодня пруха будет, как наставили пиваса, думаю, думаешь, учился грин всегда свой пивас, короче. Думаю, вот мы с ушаном, короче, угорим вообще. В итоге мы отыграем концерт, я возвращаюсь в гримерку, открываю, а я еще думаю, почему обычно все начинают, ну, типа, у меня такое табу, типа, я перед концертом вообще ни капли в рот, ни сантиметров в жопу. То есть, я никогда не пью в день концерта до того, пока мне, пока не вышел на сцену и не отыграл концерт. То есть, у меня прям, вот говорю, ни капли в рот, ни сантиметров в жопу. Я по-другому вот не могу, не приветствую, не практикую вот никак. И меня смутило, что думаю, почему никто это не пьет? Думаю, вроде, как правило, если стоит, то все там уже до концерта там ушаны, все начинают квасить, короче, нажираться и так далее. И мне, как правило, приходилось крысить, короче, все несколько банок пива, чтобы к тому моменту, пока я, блядь, отыграю, чтобы хоть что-то осталось, знаешь, короче. Тут я что-то так не сделал и просто я захожу, в итоге вижу, что так и стоят эти три ящика запакованных. Я такой, что за херня? Думаю, ну ладно, короче, наверное, все устали, либо что-то там, либо куда-то в бар собрались идти, там, не знаю, это перед деоффом тоже было нормально, чтобы собирались, шли куда-то кутить, либо в стрип они ходили, либо там в бар и так далее. Ну и я, короче, беру, открываю радостный, короче эту бутылку, пью такой, понимаю, что что за санина, короче. Смотрю, и понимаю, что читаю бамбучи, чё, блядь. Я, короче, ни хрена не понимаю, что это такое. И потом я понимаю, что это, короче, чай. Но это не просто чай. Это, блядь, чай, который там все в детстве помнят, там бабушка заварила, то есть, была такая хрень, как чайный гриб. Ага. Вот. И на нем, типа, делают настой, получается такой прохладительный, охрененный напиток. Ну и у него, естественно, вкус такой специфический немного. Вот. Нам поставили с какого-то хрена три ящика, блядь, просто чая, вот этого напитка, из этого чайного гриба, короче. Я такой, у меня сразу, короче, меня прорывает, у меня начинает бомбить, горит пердак. Я такой, какого хера это сюда поставили? Кому это? Для чего? Почему здесь водка, издобанный чай? Я хочу пиво, пиво, да что за хрень? Ну, короче, я недолго грустил. Вот. Я как бы стою, понимаю, что, блин, ну окей, на пиво бабки тратить не хочется. Я такой думаю, ну окей, ну ладно, я не такое было, что я же русский, а там еще водка стоит, знаешь, она стояла прям в таком огромном бедре, а там были просто горы, да, я такой думаю, и стаканы стоят. Я такой думаю, да и вообще по хую, короче, беру стакан, захуячиваю туда льда, наливаю себе водяры, так нормально, короче, знаешь, стакан 05, где-то по стоку хреначек, ну думаю, там же еще лед, и выливаю туда эту бомбучу. Такой помешал, помешал, я такой делаю глоток, и такой короче, блин, а неплохо. И я такой, потом, знаешь, попил еще, попил, постоял, я такой, ебать, да это не то, что неплохо, это охуенно, я думаю, водка с бомбучей, вот это топ, у меня снова подрыв настроения, я такой, аааа, кучей, а где все остальные в этот момент были, ты один там стоял? А это ж, в гримерке, я был один, то есть, я себя замешал, а остальные, что там, ушаны еще на сцене играют, после них, Chelsea Green, потом Whitechapel, то есть, потом, естественно, ушаны пришли в гримерку, потом все, после концерта, мы все переместились в автобус, ну и в общем, я задолбал всех, я говорю, бля, чуваки, попробуйте, попробуйте, это нереально круто, и короче, я выпил один стакан, второй, третий, и я себя настолько охрененно чувствовал, чувак, я как будто, не знаю, я просто, я как энергайзер в рекламе был, у меня, я просто был такой, аааа, у меня, у меня чисто, у меня был нереальный просто подъем настроения, у меня была какая-то, просто икпария, я как будто наркотой обдолбался, не знаю, у меня из меня вот так вот, плюс энергетики вот такие, вот я вот такой вот был, короче, у меня было нереальное настроение, я постоянно ржал, ходил, угорал, орал, что всем надо это попробовать, короче, и при этом, я себя чувствовал просто отлично, я в итоге выпил стаканов 5, и я, как бы, мой речевой аппарат, он абсолютно не пострадал, опорно-двигательные навыки работали так же, короче, все было абсолютно нормально, то есть, понимаешь, после пяти стаканов 0,5, хотя это уже, как бы, внушает ужас, потому что, ну, я мешал не как девочка, естественно, ну, конкретно, короче, да, с яйцами, типа. Мне интересно, когда наступает тот самый момент трендеца полный, когда тебя накрыло бомбут. Накрыло, Карл, на следующий день, блядь. Слушай дальше, после этого, после этого, Мэтта Заушана, барабанщик, короче, мы с ним скорешились, он попробовал такой, блин, слушай, да, вкусно, что-то, не хочу там вжестить, пойдем через дорогу, вон бар, короче, посидим с тобой пивка, попьем, я угощаю, я такой, да, ну, а что нет-то, ну, погнали, у меня вот просто настроение, вот, куда позари, все, любой движка, короче, я туда с головой прыгаю. мы пошли с ним, мы пошли с ним через дорогу в бар, выпили там еще пиво, ну, бокала по три где-то, вот, и опять-таки, я, ну, то есть, там уже, я почувствовал, что меня поднакрывает, но все было нормально, я еще вернулся в автобус, что-то там посидел, и выпил еще один стакан этой бамбучи, короче, с водкой, и после, и при этом, то есть, я не полз до своей кровати, я себя чувствовал вообще нормально, только это уже было, там, а-ля, там, два-три часа ночи, типа того, все уже разходились спать, но я как бы понимал, что, типа, ну, все, батарейки кончились, короче, надо идти спать. На следующий день я просыпаюсь, значит, просыпаюсь такой, думаю, блин, да, и не скажу, что вчера такую вакханалию, там, вообще устраивал, что просто орал, кутил весь вечер и так далее, что там еще и помешал так нормально, да, вот эти вот коктейли, хуй пойми, с чем, с пивом, там, такой думаю, ну, ладно, блин, слушай, думал, будет хуже, а так такой обычный, такой похмелье, знаешь, по десятибальной шкале на троечку, ну, то есть, вообще ни о чем после такого. Я такой довольный выхожу, и у нас в автобусе всегда были на каждую группу ящик воды. Естественно, после, короче, воды не осталось вообще. И я такой, твою мать, а вот сушит прям, ну, пиздец, короче. И я эту бамбучу, я настолько на ней помешался, что я ее, ну, я ее, короче, просто в автобус всю притащил. Ее в итоге там что-то народ разобрал, и я эту бамбучу просто орал, бамбуча, бля, заебись, вот так, короче. Ну вот. И я такой, короче, беру ее, открываю такой, думаю, ну, охота воды, ну, просто жидкости, жидкость, думаю, бамбуча, нормально. Начинаю ее пить, и выходит, Том, вокалист Челси Грин, тоже такой, доброе утро, доброе утро, блин, хочу воды, я такой, ну, братан, нет воды, вот, только вот эта херня, короче. Он такой, а что это такое, дай посмотрю. Я ему даю бутылку, он читает такой, о, бамбуча, я такой, е-е-е, типа, круто говорю, он такой, ну, он меня попил, потом переворачивает, с другой стороны, короче, бутылку читает, и он такой, у него лицо становится такое реально другое, и он говорит, типа, бля, бро, будь осторожен, как бы, в идеале, типа, ты можешь выпить одну, максимум, две бутылки этого дерьма в день, потому что, типа, это очень хорошо для промывки желудка, говорит. Тут, я, блядь, мне было бы интересно посмотреть на свое лицо в тот момент, но я просто вот так пьялся в диван, у меня так, знаешь, что? И, знаешь, у меня такой ступор, то есть, голова, ну, просто лицо, вот, все, оно окаменело, а в голове, знаешь, такая быстрая перемотка, как я вот, вот это все, вот так, шал, то есть, этой бомбучи за вечер с водярой усосал бутылок шесть, минимум. Вот. И я такой, блядь, да это, блин, ну, ящики поставили, ДНН какая-то, ну, ладно, ладно, все нормально. И реально, как бы, я, ну, я после этого, как он мне это сказал, знаешь, я, он мне вернул бутылку, я сделал еще глоток, и все, я его больше не пил, я думаю, стопэ, короче. Ну, и мне было нормально, дальше у нас был обычный дей-офф, мы заселились в отель, то есть, со мной все нормально, заселились в отель, и потом, типа, дей-офф, погнали, короче, во всякие, Nike, Adidas, сторону, типа, накупим крутого шмота. Все такие, да-да-да, погнали, ну, и мы уже чисто своей компанией, то есть, ну, русскими, естественно, погнали гулять по магазинам. Ну, купили себе там шмоток, и вот, собственно, кульминация. Когда меня накрыло, и как? Это, это просто пиздец. Сказать, что я фартовый, что я в рубашке родился после этого, ну, в очередной раз, как бы, это доказательство, знаешь, потому что я вот, ну, вот мы ходили по магазинам, все было нормально. И вот мы возвращаемся в отель, в номер, и слава богу, потому что, как правило, то есть у нас, когда мы заселяемся в номер, то есть у нас, как правило, то есть кто первый получает ключ, дальше начинаются какие-то вот эти гонки, кто первый, короче, либо дрочит, либо срать, либо там кровать занять, короче, ну, и так далее, то есть такая хуйня. И мы вернулись вот из магазинов, и мне фартануло, что никто даже в сортир не зашел, потому что, понимаешь, сказать, что меня начало рвать нища, это не сказать ничего. То есть эта хрень не давала мне никакой ни секундной форы, знаешь, надо просто подождать, пока там твой братан досыт, или типа того. У меня не было ни одной секунды, я тебе отвечаю. Я довольный, накупил там кроссы, что-то штаны спортивные там, знаешь, такой достал свою туровую сумку, короче, где личные вещи, такой, ну, все из нее начал доставать, чтобы, знаешь, упаковать получше, типа, ну, чтобы потом домой везти, все такое. И я просто стою такой, у меня просто, у меня прям такие звуки были, у меня такое ощущение, что у меня реально, знаешь, короче, граната взорвалась в животе, или не знаю, мне туда огромный вибратор просто засунули. У меня просто, у меня вот так начало крутить живот просто адский, у меня в жизни такого не было. И я вот в этой позе, я, естественно, скрючился, скрючился, и я просто ломанулся в толчок, вот так вот, я снес, короче, Саню, не помню, он был или кто, у меня вот такие вот глаза, у меня сразу просто, я не знаю, я сразу же вспотел, и, бля, ну, просто, я еле-еле успеваю за собой захлопнуть дверь, и вот я реально вот так вот в полете, снимаю штаны, и у меня просто начинает так люто рвать дно, что это просто ад, короче. Я держался, вот, братан, я держался вот так двумя руками за толчок, и просто орал. И самое смешное, что это же, понимаешь, это обычный какой-то там плюс-минус дешманский отель, то есть в Америке и так там в домах слышимость хорошая, а тут, понимаешь, то есть у меня вот так вот рвет, там такие звуки, что там, блядь, на пару этажей было слышно минимум, короче, а все чуваки мои, как бы из группы, они за стенкой стоят. Я как бы сам просто вахую, меня там срывает, я взлетаю, я ору, короче, потому что таких ощущений, слава богу, я еще острое на тот не ел, потому что если бы к этому еще добавилась перчинка, мне кажется, у меня бы там инфаркт бы хватил на этом толчке, короче, блядь. и понимаешь, я страдаю, при этом охуеваю, при этом мне смешно, естественно, естественно, мне смешно, потому что эта ситуация, она априори смешная, меня всегда прорывает, когда я слышу, как кому-то нищий рвет, и при этом я еще слышу, как они просто орут, ржут, там захлебываются. Короче, это все происходило, ну, минуты за три, вот так вот. Я просто, я потом встаю, у меня аж руки вот так трясутся, я весь потный, у меня аж слеза такая скупая идет, короче. Я оборачиваюсь, смотрю, а весь толчок просто зеленый, нахуй. Я чувакам рассказываю, эту историю, они как бы все ржут, и я такой, фу, вроде пронесло. И вот один раз я так пострадал, и все было дальше окей. И, и, как бы, естественно, в этом туре, это мы уже находились где-то месяц, у меня так к концу тура, знаешь, ты постоянно жрешь этот фастфуд, живот начинает как-то иногда, ну, постоянно, ну, болит, не болит, у тебя начинается регулярно вот эта тяжесть в животе дерьмовой еды. Чувак, я потом на живот, у меня несколько месяцев не было просто, вообще все было идеально, у меня постоянно легкое животе, я переваривал абсолютно все вообще, то есть я, походу, не то, что желудок промыл, я еще с водкой его продезинфицировал полностью. Ижух, ижух, толковый диван. Короче, у меня есть любимая история, связанная с проходками, опять же, на концерт. Блин, у меня уже вторая история подряд с проходками на концерт. Короче, это был год, наверное, 2009, мы в 2009 году с моей старой командой, короче, играли по летним всяким фестивалям. Если помнишь, был такой организатор в Москве, Рубен, Рубен Ивол. Помню, конечно. Вот. И, короче, он организовал типа конкурс летний, где разные группы проходили жеребьевку, за них голосовали зрители. И типа наградой всего этого тура было выступление с на тот момент самыми популярными метал-командами в точке. Это было в августе, короче. Там играли Корея там была, по-моему, там Майотом были, Мое сердце справа. По-моему, даже из Офдисгаст и еще какие-то команды я сейчас весь список не, короче, не вспомню. Ну, то есть такая пачка нормальная была. Вот. И типа была там одна восьмая, одна четвертая, одна вторая и финал. Вот. И все это проходило жеребьевку. Но за это лето мы, короче, отыграли много концертов. То есть мы прошли от и до и в конечном итоге мы дошли до этого концерта. Вот. До финала, до этого, до точки. Вот. Все было круто. Но был один-единственный концерт среди этого всего, который не вписывался вообще в наш весь кураж летний. Это концерт был от какого-то вообще левого стороннего организатора. И он проходил в каком-то лютом, непонятном клубе. Мы, короче, вписались, ну, типа там, как я понял, какой-то чувак знакомый нашего гитариста был, короче. Мы туда вписались, такие, типа, все, ладно, окей, выступим. Ну, типа, подготовимся как раз-таки к финалу. По-моему, это было как раз вот перед финалом, там, и через пару недель был вот этот вот финал этого конкурса. Типа, мы подготовимся, будем во все оружие, типа, в точку вообще там, типа, приемем фартовые. В конечном счете мы приезжаем в этот клуб. Естественно, есть договоренность, там, типа, количество вписок на группу. Вот. И у нас в списке там, как бы, все выписано. Мы подходим к охраннику, нас, короче, проверяет, проверяет инструмент. Вот. И, типа, мы с собой, там, у нас 5 участников было, по-моему, то ли 5, то ли... А, да, 5. Тогда было 5. Вот. И мы, короче, с такой, за собой, типа, проводим. Народ и охранник такой, так, стоп! Это кто? Мы такие, это наши плюсы. Он такой, в смысле плюсы? Мы такие, ну, в прямом. У нас есть договоренность с организатором, что это будут плюсы. У нас есть плюс на каждого участника группы. Он такой, у вас плюс 1 на всю группу. В смысле плюс 1 на всю группу? Он такой, у вас плюс 1 на всю группу. Он показывает листок. Там, короче, выписаны вот так вот все участники группы, отведена скобочка, и, типа, чтобы не писать напротив каждого плюс 1, написан 1 жирный плюс 1 типа у всех участников группы он такой у меня здесь написано плюс 1 если было у вас 5 список было написано плюс 5 он такой нет у вас написано плюс 1 мы таки бы охранник охранять а еще и туда ем и короче мы такие братан у нас плюс 5 здесь видишь мы ему начинаем короче на пальцах объяснять он он упирается на последний на своем такой типа мне насрать у меня написано плюс 1 я вижу плюс 1 значит у вас плюс 1 и никак иначе короче мы в итоге звали организатора кое-как его нашли он на пальцах тоже давай объяснять охраннику что это типа у чуваков пять человек подпискам это каждый типа бла-бла-бла он такой в следующий раз пишите понятнее в итоге клуб был настолько мрачный чтобы ты понимал то бывший стрип-клуб там есть вот этот вот язычок куда стриптизер выходит там не хватало только шеста приходилось играть несколько раз там не хватало только реально вот шеста в центре шестом убрали короче нас была вот такая вот маленькая гримерка с кулачок куда помещалось пять групп просто заходил ставил инструменты и выходил оттуда но вот этот плюс 1 мне запомнилось просто на всю жизнь если бы у вас был 5 список было написано плюс 5 короче это будет получается наш крайний тур френ знает когда будет следующий как вы понимаете ебучий коронавирус именно поэтому изолированное такое максимально шоу да ничего у нас там был китай и вьетнам таиланд япония и корея вот 500 у нас был тур длился он две с половиной недели такой короткий но при этом максимально экзотический максимально много впечатлений новых каких-то ощущений ну и так далее были мы в таиланде отыграли мы концерт банкоке то есть я таиланд вообще обожаю я два раза был там на фукете и тут такой думаю о какой кайф типа заниматься музыкой играть блин просто то есть посреди зимы январь мы летим банкок короче играем просто в таиланде концерт за свои деньги но я бы не полетел банкок ничего там делать столицу лететь бред какой-то а тут вот посмотрю короче и короче так было круто что у нас после банкока еще было несколько дейов и то есть мы все ждали этот концерт банкоке который прошел вообще там был биток прям народ рубился был очень крутой концерт и мы все ждали этого концерта потому что мы всякие естественно там постоянно жрали этот том-ям там обжирались короче кривитосами пили местные пива с чанг и отыграли концерт и потом у нас должно было быть такой мини-отпуск в таиланде вообще на халяву да ну то есть в туре блин вообще кайф и мы что-то день два повалялись в отеле у нас будут там огромный отель была там был такой басик ну бассейна короче один день там списались с нашим знакомым который в этот момент отдыхал на паттайе и мы решили что мы короче нашего местного промоутера тайского напряжем что нам надо надо будет минивэн мы погоним на паттайю короче там ехать или часа 23 но нам там забронили короче какое-то место где там типа шезлонги в общем там место отдых тоже бассейн короче бар и море ну и в итоге туда поехали перед этим мы сани вообще сани вообще как правило не кутит ничего там спать все время ложится тут до этого мы с ним в таиланде мы короче так конкретно оторвались банков угорели ну и короче туда я уже ехал знаешь я проснулся вот такие короче уже сине-зеленые туда поехали в итоге приехали туда ну естественно там нам поставили вот такие трехлитровый сессиандры с пивом встретились со знакомым короче это самое крутое пересекаться с русскими знакомым с москвы или неважно с других городов просто другой части света то есть я обожаю когда в америке нам приходит русские друзья на концерты это самые крутые тусовки они самые запоминающиеся вот ну и чё ну как думаешь что началось дальше мы туда приехали утешь приехали часом к 12 не помню либо к 11 даже ну короче мы выехали рано поэтому отчасти я с утра вот такой ну потому что мы толком не поспали вообще ну и короче да естественно начался путешь там солнце в море пляж короче басики там отрывались мы весь день там провели отдыхали потягивали пивас там ели вот а вечером пошли на эту на улицу гулять там чувак который там вдыхал говорил что типа вот пойдем сейчас вам типа здесь все покажу здесь все есть там начинает вам рассказывать лютые истории хотите на пинг-понг шоу там кто-то там типа в пизду не не хочу это видеть там все говорят что это жизнь какая-то кто-то другая часть людей которых естественно в итоге мы уже к вечеру ну такие очки в хламину были во всяком случае я так точно уже был более чем хороший такой к этому пинг-понг шоу я уже был такой нормальный и короче нас заводит какой-то вот этот вот бар то есть это было никуда там супер огромное пинг-понг шоу а такое знаешь такое андеграм это стрип-бар маленький и мы и там получается вот типа будем в центре зала так как стол вот там эти шестые не шесты короче свет а ты берешь короче тебе подходят эти тайские шлюшки предлагают пиво ты берешь пивас и вот садишься вот так как за 100 и перед тобой начинается все вот это вот действие о господи как мы там ржали короче эти чувак они реально они какие-то ебануты потому что первое что началось но это на изи какая-то фигня началась баба взяла из звезды просто стрельнула мячиком для пинг-понга да но это как бы это было просто прикольно вот они еще периодически там потанцовывать естественно что-то подходят подмигивают короче все вот эта жизнь происходит самое и и какой у меня был просто мы сидим таки блять что ты такой что ты просто баба выходит короче раздвигает ноги и начинает из пизды доставать лезвие от бритвы короче я ржу при этом я еще и в ужасе потому что такой что при этом ты такой вроде видеть это не хочешь а при этом пытаешься присмотреться что там происходит есть картинка вот это вот мы короче чуть не сдохли со смех ну фаталити было мы такие ну мы уже были убежали там естественно не до всякие хрени творят после этого короче уже не даже не запомнились какие-то там поразила только следующая которая просто вышла я над дротиком из пизды как из ружья выстрелила просто для дарца короче почему это называется пинг-понг шоу первое действие это безобидный шарик для пинг-понга прелюдия такая разогрев короче это была жесть я и на фоне этого всего ты там сидишь где подходит принеси еще пиво еще еще короче вот там мы нажрались хламин вообще таиланд просто мы там вот но это блин это было конечно реально круто то есть когда ты в туре то есть ты типа на работе но при этом тебе фигах ты три-четыре там дня просто плюс 30 жара короче фрукты байсик отдых это нереальный кайм у меня тоже есть история короче связанная с вашим концертом московским это это просто было мое боевое крещение на группе slaughter to prevail во первых мне очень понравился антураж того клубу где вы играли это такой советский дк в котором стояли новогодние елки где был огромный серп и молот и стояли по обеим бокам это добавило атмосферы конечно да да это было очень мощно причем и это было очень круто во первых тем что я встретил огромное количество знакомых мне людей с которым мы не могли пересечься по тем или иным причинам там блин не знаю у всех своя занятость кто в турах то еще где-то и я там встретил вообще всех просто мы стояли тусили болтали о жизни пока вас ждали потом мало того что мы не смогли попасть в зал вообще мы стояли из дверей смотрели потому что мне где было просто яблоко упасть там был просто биток лютейший видно было до количества народа мы охренели видно было что можно было куда еще типа впихнуть народ но типа побольше выбрать площадку чтобы впихнуть людей побольше но самый ад начался когда вы вышли на сцену для меня это для меня это началась кровавая баня как я назвал потому что буквально уже второй на второй песни просто все настолько пропиталась потом и людей просто на руках как как я не знаю как 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 том самом танцы начали выносить короче просто из зала людей они были просто кого вынесли с ноги в моши кому разбили бровь этих людей просто клали на пол и чуть не знаешь не рядами вот такими вот и просто сидели над ними поливали их водой просто люди теряли сознание я такой блин какой этот концерт на моей на моей памяти побил все рекорды вообще по травмам даже с учетом тех на которые я просто ходил как зритель да просто там даже чуваку челюсть сломали я слышу да там вообще было просто жесть игры мы стояли около самого выхода и при мне этих людей мимо меня просто в нокауте иногда у него носили но самый кайп был это моя любимая когда мы стояли с кириллом и сеенко техник группы луна мы короче стоим что-то трем за жизнь там попиваем пивасик там происходит 10 человек эта песня какой-то дикий замес короче саша начинает добавлять просто мошером раззадорить их играть просто убивай убивай начинается эта херня и после этого выводит чувака у которого дико рассечена бровь у него просто вот так вот все льется просто лицо чуть ли не все красное реально ему прикладывают бумажка на она сразу красного цвета и при этом что-то понимал это классический мошер он в шортах он футболки да и он с капой в зубах и мы на это смотрим с кирюхой так молча просто провожаем его взглядом такие крюхами такой не помогла капа им просто это моя любимая история с этого концерта но концерт был дико лютый вообще это был просто какой-то от и замес нереальный там даже по-моему две или три ноги сломали там вообще просто это был самый травмоопасный концерт я даже не рискнул пробираться туда в зал чтобы хотя бы немножко посмотреть а самая главная вишенка на этом твоем торте то что на этом концерте присутствовали мои родители я их естественно садил випку и им очень понравилось интересно нынче молодежь отдыхает так смотрю все довольны клево вы концерт был адовый конечно круто я прям кайфанул вообще за то что во первых я повидал всех кого я мог придать и сверху еще ко всему вот этот экспириенс нереальный это было круто мне было страшно за опять же фотографа своего которого я привел на этот концерт которого ты вписывал талян это тот самый фотограф который вывели со стон сауэр я такой пожалуйста хоть бы здесь его не заместили потом после концерта оказалось нормального там окольными путями все это обходил и даже на сцену пробрался и все было окей я такой хотя бы здесь ему повезло вот самым которым вы записывали дималышер свой да да который уже почти лям просмотров набрал момента когда выйдет это видео там же будет явно больше или он я я думаю да там может быть уже и два будет а то и три да так что этот концерт помимо того что он в памяти останется навсегда он еще и увековечен и это и этот клип реально максимально передал атмосферу насколько это возможно потому что видео получилось нереально живое я там был я это видел это будет наверное единственная история без бухла короче мы находились в американском туре и не помню в каком это было именно туре вот возможно в последнем где мы хедлайнеры были либо в предпоследнем где честь челси грин мы поехали не суть короче в америке как мы постоянно регулярно заезжаем волны то есть чтобы там накупить еды воды короче то есть волмарт ну для тех кто не знает это короче соус парке даже есть отличная серия про этот супер торговый центр вот то есть это типа супер гипермаркет что-то типа ашана и кей там не знаю немножко от леруа мерлен в одном типа три в одном очень супер гипермаркет там и одежда есть короче и хреново тучи продуктов ну и мы туда заезжаем в основном то есть ну купить все жрачки на несколько дней типа вот потому что там естественно очень дешево и так далее и на входе волмар там стоят вот эти инвалид инвалидные тачки на которых там много в соус парке там тоже была серия как стебутс то есть на которых либо инвалиды передвигаются ты прям садишься у тебя такой так сказать тебя такая тачка крутая у тебя там взад вперед короче из розетки сначала вынимаешь заряд батареи показаны спереди корзинка короче которую ты складываешь продукт вот и они естественно свободном доступе то есть для людей и на них там естественно разъезжают либо инвалиды либо супер жирные огромные люди которые там реально за 200 кг весит я не знаю как можно набрать ну короче вот ну при этом естественно мы как говорится бешеные русские когда либо когда настроение но когда наш тур только начинается но вот первые дни в америке первый поход волмарт если у нас есть время мы всей группой короче седлаем эти кары здоровые к вы парни мужики уже мужская да там типа просто друг за другом такая банда на этих ну просто по кайфу они причем ну естественно если будешь ходить пешком быстро то это будет быстрее но при этом они не супер тормозов у них так нормально может быть приезд вот и мы вечером там устраиваем такие гонки типа там кто на меня подписан там stories явно видели потому что мы естественно сразу все это выкладываем как мы на них разъезжаем людям нравится не нам нравится ну вот и люди на это там реагируют но кому-то похуй то есть абсолютно кто-то бывает типа знаешь так ну косо смотрите ребят ну как-то не серьезно тип того вот и когда я несколько таких вот взглядов таких ну понятно что те никто ничего не скажет никто ничего не подойдет скажет чувак ты нормальный иди верни на место короче такого там никто ни в коем случае не произойдет но при этом я все равно понял что типа мне не нравится что когда на меня так смотрят и я короче как выхожу из ситуации я специально прям как будто она мне в гипсе всегда вот так вперед выставляешь что типа люди хотя бы ну подумали что типа я ебался ногой и мне на самом деле реально очень тяжело ходить сумок я набираю типа много и типа я так с чистой совестью на этой инвалидки передвигаясь по вовру туда выбираюсь и там продуктов там так далее и вот один раз я набрал себе продуктов то есть ну я что-то у меня было настроение времени было много по-моему я один в тот день на ней катался ну короче в общем на этой тачке когда я подъехал на кассе никого из своих я уже не видел вот я просто подъезжаю к ней на тачке у меня полная корзина продуктов вот и как бы ну типа обычно происходило как я просто вот так сам доставал потом типа вставал из-за тачки брал эти пакеты короче складывал обратно в корзину садился и ехал дальше короче почему-то в этот раз все пошло немного по-другому я встал вот так же лениво вот так вот из своей корзины начал потихоньку передо мной очередь была доставать продукты вот и я естественно сразу сразу же обратил внимание но за кассой стояла бабуля ну прям очень старая то есть на вид ей было ну ну лет 80 короче не она работала все там в америке таки приветливые улыбаются типа вот и она была прям добрая добрая улыбается привет сказала хорошего дня там типа того и то есть человек который был передо он уже ушел вот да и я успел выложить все продукты и я вот так вот дальше подъезжаю кассе а там как бы кассирша она типа там такая стоит это карусель на которую уже пакеты и типа кассирша когда пробивает она сама складывать продукты уже в пакет вот и все что потом остается сделать это вот эти вот пакеты в которых уже продукты упакованы просто взять и уйти ну я короче расплатился за товары все нормально и тут я думаю собираюсь встать короче она реально она ну стоит тут у нее руки прямо вот вот так вот трясутся то есть ну ну блин она очень старая а вот дальше начинается самое интересное я думал как обычно встать и пойти за сложить свои вещи в корзину а бабуля походу прям конкретно поверила что у меня проблемы с ногой что я там короче не могу и дальше начинается кульминация я понимаю что это бабуля окажется как бы здорово и то есть не то что мы просто взять там чуть-чуть пройти там метр и сложить сумки а ей нужно было открыть дверцу что-то прямо войти сделать такие круголя короче и я понимаю что она стала своего рабочего места и она медленными она шла очень медленно то есть ей даже ну как бы ходить то есть ну уже такой возраст что она уже не может даже уходить быстро и я сижу и понимаю то есть вот дальше начинается вот это вот мысли в моей голове я так блять жень какой-то пиздец она же эти идет сложить твои сумки я там и пиво си естественно взял тебе обратно в корзину потому что ты типа инвалид и она вот так идет и типа не утруждайтесь а я вам сейчас помогу а у меня в голове просто я такой а при этом другое говорит и бать ты посмотри она ведь реально сейчас тебе все сложит просто пиздец она поверила она поверила я сижу потом говорит все она дошла до этих продуктов вот так вот медленно раскладывать мне короче в мою корзину я сижу все я понимаю какой же я мать твою просто урод нахуй я так блять как это плохо как мне с этим жить потом короче очень плохо и короче дальше я сижу мне реально прям ну просто это было максимально хуй уже это один из худших вообще просто поступка в твоей жизни я еду на этой инвалидки и за мной как бы естественно была очередь который тоже я смотрю и сзади меня тоже люди смотрят ну блять пиздец какой-то сидит молодой чувак вот так вот закинув ногу на эту инвалидку короче ждет пока ему бабули его пивасик корзину сложит короче мне вспоминается сразу шутка когда у чувака появляется такой типа демон на плече он такой ага а вы слушай по-моему в симпсонах это было и когда появляется второй демон вот такую по с гомером так удивленно смотрит что ты удивляешься мы отмудохли этого гребного ублюдка и поэтому делай как он тебя говорит это был пиздец и дальше я как бы еду на этой инвалидки мне уже все мне уже знаешь если до этого я на ней кайфовал тут я понимаю что я хочу что мне вообще дико неприятно на ней сидеть меня все меняло так совесть сжирает изнутри короче я понимаю что это было просто максимально по уру по уродски по ублюдски что если конкретно минусану карму если она существует да короче и я такой смотрю знаешь такой короче назад такой вроде ну типа она вся уже следующем клиенте я вроде отъехал но при этом я настолько сильно вот хотел уже вот вот реально мне прям хотелось спрыгнуть с этой тележки потому что мне стало резко противно на ней сидеть я в итоге смотрю но я отъехал на сколько на метров на 10 я смотрю вроде все короче она про меня забыла на следующем короче клиенте я как ненормальный я даже ее не поставил на зарядку я ее просто бросил возле касс короче у стены скачу вот так схватил все свои пакеты вот так схватываю короче но их много и как я понимаю что в две руки урвал все короче пакеты я поднимаю голову а это бабуля на меня смотрит я так и она прям реально у нее лицо такое такое вот непонятно и я такой я просто отвернулся и у меня лиц и и я и самое главное наш потом еще по-любому смотрела мне в спину я не продолжил играть свою роль инвалиду я втопил морально это и смешно и грустно бля это а самая вишенька готовьте что ты рассказываешь всем эту историю с одной стороны дико неудобно с другой стороны она такая смешная я надеюсь у этой бабули все я искренне надеюсь что у нее все хорошо и она чувствует себя прекрасно это идеально просто мне кажется это идеальное завершение сегодняшнего выпуска короче конкурс у нас есть конкурс друзья конкурс тоже на веселую историю вам нужно в комментариях там вот внизу под видео написать веселую историю связанную с группой slaughter to prevail это может быть это может быть концерт как у меня это может быть прослушивание это может быть что угодно что что у вас ассоциируется какая у вас есть веселая история связанная с группой slaughter to prevail вы быть может ты тот самый чувак с рассеченной бровью и с капой это будет вообще просто максимальная вот вы можете написать эту историю в комментариях женек потом выберет самую смешную историю из комментариев и что мы сделаем мы разыграем офигительную футболку женка есть крутой меня есть мой мир в котором написано им драма машин все такое да мы эту футболку разыграем женек сам выберет победителя и победитель получит эту эту замечательную футболочку себе и будет гордо ее носить а на сегодня друзья у нас все женек огромное тебе спасибо у тебя комментарий уточни комментарии оставить на ю тубе или где комментарии вы может быть и на ю тубе и вконтакте окей окей на то чтобы я знал читать я тебе еще все пришлю обязательно но на сегодня все женек спасибо тебе большое что согласился принять участие в этой замечательной передаче я надеюсь ты круто провел время для меня большая честь что первый выпуск открывается именно с тебя ты просто первопроходец в этой передаче спасибо что позвал это моя первая передача где я могу не рассказывать про эти чертовы барабаны и прочую вот эту вот хуйню а могу рассказать какие-то веселые истории и блять могу говорить и не следить за своим ебучим базаром в общем кайф я поржал и отлично провел время очень круто я я рад что ты доволен надеюсь всем все зайдет все ссылки на твой инстаграм на тебя лично на группу slaughter to prevail они будут оставлены опять же внизу в комментариях вы оформляете подписку у женька есть свой youtube канал на котором он выкладывает охренительные каверы у него скоро выйдут каверы я надеюсь что кавер выйдет может быть после может быть до как этот видос будет я думаю я надеюсь до соответственно подписывайтесь везде на женька еще женёка дает уроки игры на барабанах соответственно и по скайпу тоже и по скайпу то в том числе поэтому вы можете записаться еще раз тебе большое спасибо женёк было очень круто а еще за деньги могу рассказать более скажем так инвенциальные истории тоже по скайпу перевод на карту сбера по телефону все такое дави максимально до конца очень спасибо ребят было все круто с вами был никита до новых встреч евгений новиков еще раз всем пока ребят спасибо блядь 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 самом конце сука сука блядь здесь это и и и и и и и